Первооткрывателем и вдохновителем брейк-данса в Советском был Владимир Чарин. Именно ему принадлежит идея открыть школу и обучать детей этому виду танца. Вот уже 10 лет школа брейк-данса «Бум» учит как мальчишек, так и девчонок премудростям этого оригинального жанра. Брейк-данс – это так называемый ломанный танец, то есть это вообще ломание всех стереотипов. Это в первую очередь силовой танец. И это очень музыкальный танец в то же время. То есть ошибочно сравнивать его с какой-то гимнастикой или как спорт. Хотя на самом деле на сегодняшний день брейк-данс признан спортивной дисциплиной. Сам Антон Гончаров начал заниматься брейк-дансом еще в 2000 году. Тогда, еще учась в школе, на одной из перемен он заглянул в спортивный зал и увидел, как мальчишки выполняют некоторые элементы. Загорелся и стал заниматься тоже. А пять лет назад решил стать тренером и передавать мастерство детям. За это время Антону удалось зажечь на танцполе столько звездочек, что школа брейк-данса «Бум» стала узнаваема не только в Югре, но и за ее пределами. У нас есть особенно яркие звезды. У нас есть и мальчики, и девочки среди наших учеников, которые добились достаточно больших успехов за это время. Есть у нас и чемпион России, есть у нас и чемпион округа. Это Салимов Тимур из города Советский. Есть у нас и Храбкова Ксения. Это девочка из Югорска. В начале марта в Югорске проходил окружной фестиваль «Фристайл Батл», участие в котором приняли 150 танцоров-спортсменов из 8 городов и 3 регионов страны. Воспитанники школы брейк-данса «Бум» завоевали золотую и две бронзовые медали. Обладатель первого места Тимур Салимов из Советского занимается брейк-дансом больше пяти лет. За это время участвовал в разного уровня фестивалях и конкурсах. Признаётся, что не всегда всё получалось. Самый сложный фестиваль, в котором я участвовал, это был фестиваль «Активация» в Казани. Там было более 120 участников в моей номинации. Первое место с гордостью за себя и за тренера. А вот Ксюша Храбкова из Югорска занимается брейк-дансом всего третий год. Её знакомство с этим танцем произошло посредством интернета. А потом, встретив афишу школы «Бум» в Югорске, она решила начать заниматься. Почти за три года упорных тренировок девочка добилась хороших результатов. Я заняла третье место на окружном соревновании в Югорске. Я участвовала во многих соревнованиях, но именно в этом я получила третье место. Если гордишь желанием, то всегда легко получается. Тренер очень крутой. Мне он очень нравится. Вот так, увидев однажды и сделав брейк-данс стилем своей жизни, Антон Гончаров делится опытом и мастерством с воспитанниками. Надо отметить, что набор в школу ведётся с четырёхлетнего возраста. Берут и мальчишек, и девчонок. Сегодня в школе брейк-данса «Бум» занимается более 50 ребят. И она, единственная в округе, имеет право проводить соревнования и присваивать аттестацию. Но не только ради медалей и признания Антон Гончаров тренирует ребят. В планах – организовать чемпионат. Кстати, для тех, кто решит заниматься брейк-дансом профессионально, есть хорошая новость. Брейк-данс с октября 2017 года официально признан спортивной дисциплиной. То есть это уже мировой уровень, это спорт, это перспективы, это развитие, это далеко идущие планы. Самое главное условие – любить это. Всё остальное придёт. Вот если ты это любишь, несомненно, ты добьёшься в этом успеха. Записаться в школу брейк-данса можно по телефону 8-922-434-82-11. Также вся информация размещена в официальной группе ВКонтакте и на сайте школа брейк-данса.рф. Ольга Нестерова, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.